Ииии всем привет дорогие друзья! Как вы все знаете, 19 июня в 19 часов по восковскому времени увидит свет новая DLC в игре Ark Survival Evolved. На сайте игры тикает обратный счетчик и вся информация о том, что нас ожидает, покрыта неизвестностью. Но! Совсем недавно увидел свет новый ивент Ark Iology, вместе с которым были закачаны интересненькие файлы. Готов заглянуть с нами за занавес? Тогда вперед! В файлах игры были обнаружены новые модели дронов и роботов, которых мы могли раньше встречать при прохождении вознесения на карте Ислан. Все они имеют разные расцветки в зависимости от уровня сложности. Я не знаю, будут ли они бегать по карте или будут встречаться только на арене, но то, что будет дальше, меня немного раздосадовало. Судя по всему, новое дополнение будет самым хардкорным в плане сложности выживания. Но вот будет ли там что-то уникальное, чего мы не видели ранее, это уже большой вопрос. Глядя на эти файлы, у меня неумолимо крутится лишь одна мысль в голове. Мать вашу, это все на что хватило у вас фантазии? Во всех обнаруженных моделях просто изменена визуализация. Ни одного нового Дина мы не смогли найти. Остается лишь надеяться, что разработчики нас не разочаруют и все самое сладкое нас ждет впереди. Еще раз говорю, что все, что вы сейчас видите, это то, что вероятное будет. Но это не 100%. Но если по чесноку, то каких-то неведомых хреновин мы все-таки донашли, которых мы раньше не встречали. Сами посудите, что это такое? Какая-то, мать ее, какая-то непонятная такая шарика-сфера. Крутится, манит она и что она делает, я честно говоря, понятия не имею. Ресурс это или это что-то непонятное мне. Ну вот, короче говоря, какая-то вот такая сферка была обнаружена. И, кстати, не одна она. Вот еще вариант неведомых хреновин, которые мы не смогли объяснить. И вот еще одна варианция. Короче, какие-то вот такие вот манящие сферки. Ну а теперь давайте посмотрим на вот эту вот додошку. Если вы, ребята, играли в Extinction Core мод, то эту додошку вы сразу узнаете. Там было Gold Dodo. Это была такая желтенькая додошка, а здесь она точно такая же по своей структуре, разве что только красная. И это не может не навевать мне мысль о том, что что-то будет взято именно из этого мода. Потому что название частично тоже оттуда перехвачено. Это какой-то обезьянин. Мега Питек Горилла, которая раньше нам не встречалась, скажем так. Это ее еще одна модификация, более злобная. И как, что это будет такое, до хрен его знает. Чего она там подожженная сейчас была, скажем так. Вот. Так что... Возможно, что... Ну, есть и другие боссы, которых мы находили. Я уже все не стал сюда всовывать, собственно говоря. Вот это вот нам обезьяна, например, знакомая. Правда? Это было у нас на Вознесении. Вот. Ну, так, чтобы вы могли понимать, что было, а что теперь есть. Потому что немножко оно все-таки отличается по своей структуре. Это виверна, доселе которой не было, собственно говоря, раньше. Так что вот такие вот, короче говоря, вещи ребята нас будут ждать впереди. По такому же принципу были построены модели Паучихи, Мантикоры и Дракона. Но ради сокращения времени видео я не стал сюда их засовывать. Я думаю, что логика тебе, мой друг, понятна. Что ты думаешь по этому поводу? Может быть, у тебя есть еще какая-то информация? Пиши обо всем в комментарии под видео. Если тебе нравится Арк, и ты еще до сих пор не подписан на мой канал, то обязательно сделай это прямо сейчас. И тогда ты самым первым узнаешь всю самую ценную информацию по новому DLC. Удачи тебе, друг, в игре и реале. До новых встреч. Пока. Пока.